Для собственного предотвращения, но может быть, то, что я знаю о бендинге, в единую концепцию, будет легче помогать, легче доносить его до 100 лет. Прежде всего, они никогда не начинают учить людей бендинга, до тех пор, пока они не научатся измекать хороший звук, особенно в нижней части донора. Пока горло челюсть не будут расслаблены и открыты, начинать преподавание бендинга беспорядка, и начинать преподавание бендинга беспорядки. Это глизалит впечатляет новое дополнительное напряжение, и закончится полной неудачей. Натрежения, которые не успели сняться, они будут проходить пакеты бендинга, и только увеличится. Поэтому, когда бендинга беспорядка бендинга, будет просто увеличить chances of failure. Поэтому очень часто преподавая бендинга, я чередую это с антикуляционной брови и фото. Если я чувствую, что ученик контракцион, я заставляю его играть какие-то трейн-эффекты, иногда очень простые пакеты, но в течение долгого времени. В минуту, две, играть один штрих, например, play one, или что-нибудь типа этого. В течение минуты это достаточно долго. И очень хорошо раскрывает бон. Но вот то, что касается бендов непосредственно. Достаточно легко. Человека, сказать, играть что-то похожее на бендинги, и люди по их самим новым типам. Что-то так. Самое главное – двигаться в смертью рейки. Идея – идти от того, чтобы чувствовать человеку, что возможно опустить ток. Иногда, в особенно тяжелых случаях, иногда просто даже советую немного повернуть гармонику. Только для того, чтобы понять, что со звуком можно работать. А дальше начинается приведение целевого отчаяния мягкостью. В единственный божеский ноут. Утолпитник именно. Именно, мол... Так. Ну, прежде всего, все вы, конечно, знаете, что бенд – это, прежде всего, прижатие воздушного потока языком к верхнему нёву. То есть, изгибание и напряжение воздушного потока. Желательно это сделать в одной точке языка, а в одной точке нёву. в одной точке. Пока язык ещё не очень скоординирован. Часто возникает не одна точка прижатия, а что-то типа площадочки. Возникает много три звуков, что-то типа шипа. и вы получаете несколько звуков, что-то типа. Поехали. Чтобы почувствовать это движение, можно задавать упражнение без даморки. Можно задавать упражнение без даморки. Если вы мокализируете... ...это звуков. Это звуков. Прежде всего, кончик языка... Если мы приблизим кончик языка к верхнему нёву, это будет звук... Если мы приблизим корень языка к верхнему нему, это будет дух. Очень интересно попробовать наставить ученика плавно прокосить все эти звуки. Вы должны попробовать наставить ученика трогать тонну с этой точки, с этой точки до этой точки. И тогда так. Практически ни у кого с первого раза не получается. Если вы не понимаете, то он может скачка. Без середины. Это для чего? Координация языка. В языке много мышц. И чтобы научить их плавно работать, нужно потратить некоторое время. Это не пендинг. Это подготовка. Это разработка координации языка, на котором потом будет полезно. Другое упражнение, которое можно делать в Дело Угольте, даже в общественном транспорте. Не боясь кого-нибудь удивить. Прижать, практически прилепить расслабленный язык к верхнему нему. И стараться также от кончика до корня и обратно нажимать языком на верхнее небо в одной точке. Без отрыва. Без отрыва. Тоже очень помогает рефоргинации. Без отрыва. Let's move to the playing bands in play. Обычно я начинаю с четвертой либо шестой дырки, наиболее простых for the sixth hole, which are easiest, three days. Сперва я добиваюсь от учеников просто того, чтобы они сыграли бэнд до самого низа, до самой нижней части, и не важно как. Make a student play some band, not necessarily any exact band, like that. Как только человек добрался до самого низа, as soon as the student has reached the lowest than possible, that's the point, when only one, the opposite, reads sound. Ну, знаете, что если заблокировать вдохный язычок, то звучит как раз нижний дыр. Очень характерный тембр. Сразу слышно затянул человека нет или нет, потому что до того, как включился вдохный язычок, ноды практически идентичны. The principle, the principle, we stop- The timbre is more or less the same, but then it is the point when it changes. Как только человек смог добиться этого, я настаиваю на том, чтобы этот бэнд игрался вниз-вверх, причем как можно более медленно. То есть контроль в любой точке. Высота звука зависит от того, в какой точке языка неба сходится. Чем выше нота, тем ближе к зубам это происходит. Чем ниже, тем соответственно дальше. Но это всегда не одна точка. В зависимости от того, насколько расслаблена челюсть, насколько широко раскрыта рука, насколько поднята или опущена челюсть, для одной и той же ноты это могут быть разные точки напряжения воздуха. В зависимости от того, насколько расслаблена головы и челюсть зависит температура. И может получиться так, что с разным тембром нота, которая выше, будет браться глубже, чем нота, которая ниже. Если вы контролируете самую тонну. Например, я могу на четвертой дырке открыть все. Например, я могу ловить дырку на четвертой дырке, как возможно, на четвертой дырке. И нота, которая ниже, берется ближе к зубам. И вот это возникает очень мощную функцию. иieni-то еще. И этоonesме на четвертой дырке. Например, человек научился играть в бед на четвертой дырке, Например, ребенка научился классно играть в бед на третьей дырке. И тут выясняется, что он разучился играть бэнд на четвертый. Потому что на четвертый и на третий бэнды играли с кем-то не в связанном положении. Поэтому следующее упражнение еще до отстройки бэндов. Следующее упражнение, чтобы мы сняли бэнд. Чтобы связать все воедино, я заставляю играть бэнд подряд с первого по шестой, но с пропуском пятой. И мы сняли бэнд. С шестой до четырех. С шестой до четырех. С шестой до четырех. Все бэнд. Все бэнд на глисандр. Без остановок. Без того, чтобы задумываться. Желательно на одном дыхании. Ну или брать дыхание. С шестой до четырех. С шестой до четырех. С шестой до четырех. После этого, возникает ощущение, что все бэнды берутся одним движением, одним большим движением языка, но только разными частями. То есть, это большая какая-то кривая. Большая кривая, из которой мы вырезаем разные кусочки. И эти кусочки, они уже больше зависят от высоты ноты, а не от дырки. Играя таким образом бэнд. Я уже не думаю на какой дырке я этот бэнд делаю, а скорее на какой ноте я это. Но, как я не знаю, это. На каких дырках сейчас ты показал это? Первая, вторая, третья, четырех и шестая. Ты эту пропустил? Все, кроме пятой. Ну, пятая, полтона. Спасибо. На самом деле, мы должны приготовить резонансный шамбер для каждой бэнд ноты. Да, похоже на то, но когда будет при резонансе... Да, я думаю, но когда мы поговорим о резонансе... Соответственно, чем ниже нота, тем более глубокая нота. Дальше я считаю, что очень важный момент... Четко ощущать нижнюю точку бэнд, то есть то место, где остается только один противоположный шамбер. Это важно для того, чтобы при игре глиссандра куда движется. Часто возникает такой момент, что при игре глиссандра бэнда... Не до конца еще тонк до конца бэнд не дошел... А язык уже настолько глубоко, что дальше его перепусть невозможно. Настолько глубоко, что уже закрывается волна языка. Так что очень глубоко, что вы говорите. Соответственно, очень неплохо тоже чувствуется гноу бэнд. Соответственно, для этого тоже без остановок, без мысли... Диспенс от гноу бэнд. Сразу все нижние гноу бэнды. Сразу все нижние гноу бэнды. Чтобы перейти все гноу бэнды в одну ноту. Пока это не станет автоматическим. Пока это не станет автоматическим. И еще лучше играть легатром. Дальше все идет только на работу на ту же самую концепцию, на связанную. Упражнения... Их можно сгенерировать очень много. Их можно сгенерировать очень много. Принцип общий. Плавный переход с одного бэнд на другой. Мы надеемся, как сопротивление погибаем rushing межу дядя. Ну и с первого — медленное, чтобы контролировать ставку. Много быстрее. Стать сломыву. Стать сломуву, так же не возможно. И как бы и respectfully капотно появилось с первого цвета. Соответственно,ENS зависимости от ноты а по разным, Если он отставал автоматически в ту форму, которая нужна, чем ниже нота, тем свободнее должно быть горло. Отходя назад, имеют тенденцию закрыть горло. Соответственно, мы должны дать место воздуху. Таким образом, мы должны дать немного времени, чтобы воздух вибрировать. После того, как все банды чувствуются как один, мы можем начинать отстраивать высоту. Самый страшный вариант, конечно, это третья диска. Человек уже научился играть очень медленно Глиссандр. Если он уже контролирует положение лисандра, он может остановиться в любой момент. Вы можете остановиться в любой момент. И вы можете держать любое движение. И запоминая таким образом. Положение. Можно брать это все сразу. После чего добавляется атака кончиками языка. Что тоже непросто, поскольку двигать кончиками языка, не двигая при этом корень. И так далее. После попадания сразу в банды продолжается атака. Потом по две атаки. И так далее. Покажи без гармошки эту атаку. Покажи без гармошки эту атаку. Для этого необходимо. Покажи без гармошки. Только шаг. Покажи без гармошки. Другой участок имеет значение. То есть, что выглядит как как-то. Другой pong вы лишаете тони. Или лишаете тонин. Ну и под конец еще одно объединяющее упражнение на отстройку высоты звука. Одна и та же франа. Круще всего соль. Это работа с четвертой. Снизу вверх и сверху внизу, обязательно. Снизу вверх. 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 Снизу вверх. Вверх. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok